Я читаю и вчитываюсь к книге Надежды Яковлевны Мандельштам. Писательница и преподавателя, лингвиста и просто большого человека. Всю сознательную жизнь она занималась тем, что писала книги и делала переводы. Всю сознательную жизнь она по памяти читала своим студентам стихи, но до того она хотела стать художницей. До того у нее не было звучного имени, до того она была Надя Хазина, просто Надя Хазина. Девочка, гимназистка, киевлянка. В далеком 1919 году в Киеве, закончив школу, она абсолютно не представляла, чем хочет заниматься дальше. Читала дома книжки на разных языках, любила докучать своему брату Евгению и вообще в круги художников попала абсолютно случайно. Эта история начинается высоко на Лютеранской улице, в покинутой хозяевами барской квартире. Однажды мне случилось позировать мальчику-художнику по фамилии Эпштейн. Он жил тогда в брошенной квартире. В его комнате я впервые столкнулась с неприкрытой нищетой. Нюбранная куйка с рваной тряпкой вместо простыни, а на столе жестяная кружка для чаю. До того я никогда не позировал художником, поэтому мне было странно видеть такую обстановку. Но было в этом что-то и захватывающее. Вот и еще. Вот и еще. Вот и еще. Все нормально? Да. Да. Просто... Посмотри. Они приводят его сюда, каждый день. Зачем? На расстрел. Это, наверное, какой-нибудь очень старый бандит. Когда-то это был киевский полицмейстер. Для него придумали особую пытку. Его подводят к этой стене. Наставляют дуло пистолета в затылок. Спускают курок. А потом уводят обратно в тюрьму. Пистолет никогда не стреляет. Будь этот полицмейстер у власти, ни тебя, ни меня не пустили бы учиться в Киеве. Это не имеет значения. Только гнев и страх делают людей жестокими. То, что они делают, это... Это слишком. Прости, но я не смогу сегодня продолжить. У себя в книге Надежда Яковлевна пишет. С ним свели счеты за то, что он был жесток в преследованиях революционеров. Эпштейн, еврейский мальчик, которого этот полицмейстер, будь он у власти не пустил бы учиться в Киев, не мог примириться с жестокостью Мстителей. Меня это очень задело. Настоящему художнику жестокость противопоказана. Я не знаю, что потом стало с этим Эпштейном. Я не знаю, что стало с этим Эпштейном, но картину я потом увидела в одном Киевском музее. Вряд ли она тому целела. Портрет еврейской девочки, работа еврейского художника – слишком тяжелое испытание для интернационалиста Украины. А я рассказывала в хламе, как мне довелось позировать. В начале 1919 года кто-то из киевского литературного общества выдвинул предложение в зале гостиницы «Континенталь» установить эстраду со столиками для выступлений и встреч поэтов-музыкантов. Гостиница по адресу Николаевская номер 5 считалась одной из самых фешенебельных и престижных гостиниц города. Она располагала роскошным ресторанным залом в два света, куда обычно набивались политики и чиновники. По этой причине большой зал никто занимать так и не решился. Пару списанных столиков у буфет перенесли в подвал гостиницы. Там и было решено организовать место встреч для поэтов и музыкантов. Подвал получил громкое название «Хлам», как аббревиатура – художники, литераторы, артисты и музыканты. Начальником «Хлама» назначили буфетчики гостиницы. В «Хлам» Надю привел ее старший брат Евгений, знаменитый педант и любитель всевозможных правил. Как-то раз Надя пришла в «Хлам» в мужском костюме. Ирина Адаевцева сделала пометку у себя в дневнике. Дверь открывается, но в комнату входит не дама, а молодой человек в коричневом костюме. Коротко стриженный, с папироской в зубах. Она была в «Хламе» второй раз, но все наши уже взяли моду на брючные костюмы, как у Нади Хазина. Ее смелое новаторство не оценил только собственный брат. Опять ты, Надя, мой костюм надела. Я же не режусь в твое платье. Вот на кого ты похожа? Стыд и позор. Перестань, Женечка. Не устраивай сцены. Пока будут живы наши мужчины, только и будем знать, что селедку чистить. А ты дай телеграмму в Китай, китайца. Очень умная, Тычика. Даю советы, Тычика. Согласна приехать, Тычика. После нескольких походов в «Хлам» и общения с киевской интеллигенцией, Надежда не на шутку увлеклась рисованием. И, как позже писала в своих книгах, бегала в одном табунке с несколькими художниками. Мой табунок был левее левого. Мы орали, а они говорили. Очень гордились, что нам иногда выдают ночные пропуска. Мы ходим по улицам в запретные часы. Когда мы забывали захватить пропуск, патрули, увидав наши кисти, мирно пропускали нас дальше по пустым улицам. Кисть служила пропуском не хуже бумажки. А там тоже расхаживали мальчишки. Ворушенные, правда, винтовками и наганами. Они стреляли, а мы малевали. Члены табунка почти все были учениками Александры. Писатель Илья Иренбург, поэт Владимир Маковейский, художник Марк Эпштейн. Надя тоже стала заниматься живописью в студиях «Экстер» на Фундуклеевской номер 6. И очень скоро обучение дало результат. Из учеников «Экстер» получился целый табунок выдающихся театральных художников. Нас занимали то театральными постановками, то плакатами. И нам казалось, что жизнь играет и кипит. На первый выданный аванс мальчики купили кошельки. До этого у них не было ни денег, ни кошельков. Мы проедали деньги на Софийской. Сбежавшая северодама пекла необычайные домашние пирожки и обслуживала посетителей. Плакатных денег хватало на горы пирожков. Одно из самых больших дел, которые получил табунок – организация празднования в Киеве 1 мая, впервые при советской власти. Первое число объявили официальным праздником. Нужно было украсить город. Через улицы протянулись полотнище с наспех разрисованными патриотическими лозунгами. Большевики взялись сносить царские памятники, а на их место ставить новое – из фанеры. Людей приучали жить и мыслить по-революционному. Несогласных или лишь подозреваемых на согласие могли репрессировать. Об этом заботилась чрезвычайная комиссия. Смешно, но под подозрение тогда попадали все. Весной 1919 года Илья Оренбург написал о себе в дневнике. Помещение «Хлама» днем пустое стало своего рода секретной штаб-квартирой киевских литераторов. И вот однажды, днем, я заметил единственного, кроме меня, посетителя. Его я раньше никогда не видел. Невысокий человек, лет 28, небритый. Сели за столом, что-то писал, покачиваясь на стуле, не обращая внимания на принесенную ему чашку чая. Кто бы это мог быть, думал я. Не знаешь, что это за тип? Впервые его вижу. Вот и я впервые вижу. Может, это гостечка? Ну, давай самим у него спросим. Здравствуйте. Меня зовут Владимир Маковейский. Вы низчика? Осип Мандельштам. Очень приятно. Нет, я поэт. Оказалось, только что приехал в Киев, Мандельштам пошел осматривать город и случайно замрел в хлам. Я пишу стихи очень медленно, порой мучительно трудно. Вот сейчас никак не могу найти последние две строчки давно начатого стихотворения. Поит дубы холодная креница, простоволосая шумит трава, на радость осам пахнет медуница. Где живы святые острова, где не едят надломленного хлеба, где только мед, вино и молоко. Продолжение следует... Скрипучий труд не омрачает небо, и колесо вращается легко. Тем временем Киев готовился к празднику. Из книги Надежды Яковлевны. Для подготовки к первому маю нам выдали жесткие малярные кисти. Мы тыкали их в ведра с клеевой краской и размазывали грубыми пятнами невероятные полотнища. Тогда фасады всех зданий Крещатика и фонарные столбы расцветились полотнами, лозунгами и эмблемами. Те самые эмблемы и лозунги в ночь перед праздником натягивали сами художники. Девочки в ночных игрищах не участвовали, а мальчики, получив разрешение, вырывались в квартиру и с безумным смехом будили спящих жильцов. Уже рано утром в хламе они весело рассказывали подружкам о своих подвигах, как пугались и ругались жители злочастных квартир, когда целый табун во главе с управдомом ломился в квартиру среди ночи. У молодых художников был блаженный дар не знать, что они беззащитны. У молодых, да еще и левых художников был блаженный дар не знать, что они беззащитны. Мы скакали под выстрелами, прятались в подворотнях. А с 19-го года беспорядочная стрельба на улицах почти вывелась, и мы привыкли к этому. Вечером 1 мая 1919 года в хламе был аншлаг. Свой 26-й день рождения отмечал Александр Дейч, один из киевского табунка. В его дневниках есть запись о том дне. Неожиданно вошел Осип Мандельштама и сразу направился к нам. Я поблизорукости сначала не узнал его, но он представился. Осип Мандельштам приветствует прекрасных киевлянок, поклон в сторону Нади Хазины и прекрасных киевлянок. Общий поклон. Воживленная беседа. Его попросили почитать стихи, а он, всегда заставляющий себя упрашивать, охотно согласился. Читал с закрытыми глазами, плыл по ритмам. Открывая глаза, смотрел только на Надю Ха. К пустой земле, невольно припадая, Неравномерной, сладкой походкой. Она идет, чуть-чуть опережая подругу быструю и юношу погодка. Ее влечет стесненная свобода, одушевляющего недостатка. И может статься ясная догадка, в ее походке хочет задержаться. О том, что эта вешняя погода для нас проматик гробового свода. И это будет вечно начинаться. Мандельштаму удалось пристроиться в поезде с чиновниками и политиками, и ему по ошибке отвели отличный номер в континентале. В первый же вечер он появился в хламе, и мы легко и бездумно сошлись. Много лет спустя Надежда Яковлевна будет вспоминать первый вечер их первомайского знакомства в своей книге. Отменили комендантский час, и мы большой гудьбой гуляли и почему-то проводили целые ночи жаря на кострах картошку. Мандельштам мне объяснил, что наша встреча не о случайности. Я этого еще не подозревала и очень смеялась с его словами. А мы откроем лавочку. Наденька будет стоять на кассе, а продавать товар будет Аня Ахматова. А вы чем будете заниматься, Осип Емельевич? А там всегда есть мужчина. Разве вы не замечали? Иногда он стоит в дверях, иногда подходит кассирша, говорит ей что-то. Вот я и буду этим мужчиной. Меньше чем через месяц, 23 мая 1919 года, Дэйч фиксировал в дневнике. Появилась явно влюбленная пара. Налиха и ОМ. Она с большим букетом водяных лилий. И, видимо, были на дневнике. Дэйч оказался самым прозорливым. Он у себя в дневнике сразу так и записал. Появилась явно влюбленная пара. Надя Х и Осип М. Я пришла в хлам с букетом лилий, которые мы с Осипом насобирали на Днепровских затоках. И всем все сразу стало понятно. А еще, вот ведь есть такая штука, как узнавание. Психологически необъяснимый феномен. Но тут дело даже не в психологии. Я говорю даже не о самом процессе узнавания того, что мы уже видели. Я говорю о вспышке. Ты знаешь, Наденька, такая вспышка сопровождается узнаванием того, что еще не известно, что еще скрыто от нас. Но это самое скрытое возникает в единственно нужную минуту. Это как судьба. Слово, необходимое в стихах именно с этой вспышкой приходит, будто ты знаешь его уже давно. точно так же и человек входит в твою жизнь. Ты видишь его впервые, а уже чувствуешь, как с ним переплетается твоя судьба. Наша внезапная дружба почему-то вызвала всеобщее раздражение. Ко мне ходили мальчики и уговаривали меня немедленно бросить Мандельштама. Ну, например, как ты, Бель? Или куда-нибудь южнее, подальше от дома. Слушай, поезжай к Волошу. Он человек надежный, с ним не пропадешь, ну. Да ну пойми ты, нельзя на Мандельштама полагаться, нельзя. Брось, Алюш, ну ты же не серьезно. На Мандельштама нельзя полагаться. Мне уже не пять лет. Здрасте. Послушай, Волошин. Волошин очень надежный человек. Да я бы сам к нему рванул, была бы такая возможность. Мне все же кажется, что ты немного преувеличиваешь. В конце концов, эта волошинская каменная стена больше похожа на легенду. А легенды вещь живучая. Из книги «Мой муж Осип Мандельштам». Я знал, что Оренбург сам мечтал удрать к Волошину. Среди советских писателей Оренбург был и оставался белой вороной. С ним с единственным я поддерживал отношения все эти годы. Правда, вот к его советам я, конечно, не прислушивалась. К совету Оренбурга я, конечно, не прислушивалась. Боюсь, что кроме меня и Маковейского все другие были на его стороне. А насчет Мандельштама я уже догадывалась, что его легкомысли не похожи на легковерность моих друзей. Мы обвечались. то есть купили возле Михайловского монастыря два синих колечка за два гроша. Ну, так как меча не было тайным, на руки их не надели. Он носил свое колечко в кармане, а я на цепочке, прижатой на груди. Чудные вещи продавались на Михайловском подворье. Особенно я любила безобразные круглые гребенки с надписью «Спаси тебя, Бог». Самую круглую, самую безобразную гребенку я получила от Мандельштама вместо свадьбного подарка. И носила ее по городу и в хлам, потому что была молода и нахальна. Бежит весна топтать луга и лады, а була сафа пестрый сапожок, и молоточками куют цикады, как в песенке поется перстенек. Высокий дом построил плотник дюжей, на свадьбу всех передушили кур и растянул сапожник неуклюжий на башмаки все пять валових шкур. Хлам скоро закрылся. Буфетчик считал невыгодным торговать турецким кофе и всякой дешевой дребеденью. Малу-помалу табунок сменил подвал гостиницы на кофейню по адресу Софиевская улица номер 3. Вместо вывески висел плакат. Хозяйка кофейни пекла пирожки и одарила всех улыбками. Местом женитьбы Надя и Осипа стала именно кофейня на Софийской. Нас благословил греческой кофейней мой смешной приятель Маковейский. И мы считали это вполне достаточным, так как он был семьей священника. Поскольку ни на что не было указано, что могло бы воспрепятствовать этому брачному союзу, кроме этой унылой провизии вокруг нас, я спрашиваю тебя, господин жених, согласен ли ты взять жены госпожу и нежно заботиться о ней, и обещаешь ли ты хранить брачные вузы святости и не урушившись пока смерть не разлучит. Если это так, подтверди это перед Богом и свидетелями с нами. Да, обещаю. Первым нашу встречу в Киеве у Мадыштама была почти что детская доверчивость и вера во всеобщую дружбу и благожелательство. Ему нравился хлам. Люди хорошие и кофе хорошие. У меня не было детской веры, но я все же верила, что человеческая улыбка в чем-то соответствует душевному настрою того, кто улыбается. Даже примитивная вежливость, которая заставляла улыбаться людей старшего поколения, чем-то смягчила нравы. Она исчезла из нашей жизни после ожесточения гражданской войны. Ей не суждено было вернуться на эту бедную землю. Внезапно кто-то обнаружил ошибку в том, что Мадельштам получил номер в гостинице. Из континентара его тут же попросили. И он приютился у Хазиной в кабинете ее отца по адресу улица Крещатик, дом номер 15, дробь 2. Надя! 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 Осип Эмилиевич, позвольте узнать, чем вы тут занимаетесь. Здравствуй, им хвосты. У нас в социальной красоты. С вашего позволения, я очень хочу переговорить с сестрой. Сейчас. Не могу вам этого позволить. Она занята. Уходи, Женечка. У нас тут дела. Осип Эмилиевич, вы ведете себя непристойно. Все в рамках этикета. Я всего лишь тригунадинку на голову. Зачем? Люблю шершавую эстетику. Осень. Осень, слышишь? Ого. Осень, слышишь, дождь начинается. Дождаться. Держи, другой раз. Смотри, какой дождик. Все такой там. Пошли домой, Ось. Побежали! Ося! Они жили тогда на углу Крещатика Институтской. В окна этого дома поэт увидел, что на самом деле пряталось за всеобщей эйфорией революции. Праздничные лозунги сделали свое дело, а на их место пришел террор и массовая казнь. Под самоконец, когда большевики перед уходом расстреливали заложников, нам пришлось видеть из окна, как разъяренная толпа ловила рыжих женщин и буквально разрывала их на части с криками, что это чекистка Роза. На наших глазах уничтожили нескольких женщин. Жители охраняли дома и при появлении солдат били медные тазы и вопили. Войс стоял по всем улицам, на улицах валялись трупы. Это было озверение гражданской войны. Когда красноармейский отряд причека отказался приводить в исполнение слишком участившиеся смертные приговоры, в Киеве стали появляться чрезвычайки. Специальная группа палачей. Особенной жестокостью среди всех выделялась Роза Шварц. В той чрезвычайке, где работала Роза, в подвале организовали подобие амфитеатра. Были расставлены кресла для любителей кровавых зрелищ и вместе наподобие сцены приводились в исполнение жестокие казни. Роза стреляла по мишени, но и зрительских лож часто требовали более острых зрелищ. Жители Киева шепотом пересказывали друг другу слова Розы, которыми часто завершались очередные пытки. Залей ему глотку горячим оловом, чтобы не бежал, как ребенок. Так она получала гораздо больше удовольствия. Мандельштам тогда был, пожалуй, единственным, кто думал о смысле событий, о небых последствиях, как старшие. Мы иногда раскрывали газеты, но не могли их считать, потому что уже тогда началось бурное воспитание народа, и для этого разрабатывался особый язык прессы. После прихода белых карнавал закончился. Люди перестали выходить на улицу. Каждому посетителю присматривались с огромной внимательностью. Кофейня на Софийской упустела. Хозяйка перестала улыбаться и каждый день дежурила у дверей, чтобы зарканить кого-нибудь из прежних посетителей и выдать белым. Всех тех, кто когда-то принес моментальный рассвет кофейни с настоящей простоквашей и румяными пирожками, она считала большевиками и люто ненавидела. Первым я попал в Сыренбург, но он сумел отвертеться. После были по вещенови и все члены Томунка, чтобы они ходили по Софиевской. Но я опять не придала значение его совету. В результате следующей попалась я. И недавно еще улыбчивая хозяйка требовала, чтобы я сказала, где тот, с кем-то гуляла. Потому что именно его она считала главным большевиком и мечтала немедленно растерзать, как терзали перед Думой рыжих женщин, заподозренных в том, что они-то и есть чекистка роза. После этого Мандельштам решил уехать из Киева, расставшись на полтора года с Надей. Из книги Надежды Мандельштам Киев Гражданской войны далеко не самая страшная из того, что я испытала в своей жизни. Киев Гражданской войны далеко не самая страшная, что я испытала в жизни. Наша разлука с Мандельштамом длилась полтора года, за которой никаких известней друг о друга мы не имели. Всякая связь между городами оборвалась, разъехавшись и забывали друг друга, потому что встреча казалась непредставимой. У нас случайно вышло не так. Мандельштам вернулся в Москву с Оренбургами, он поехал в Питер и, прощаясь, попросил Любу, чтобы она узнала, где я. Я на реле бы написала ему, что я на месте в Киеве и дала мой адрес. К Марту он приехал за мной. К Марту он приехал за мной и сказал, что теперь уже, наверное, везет мне. Он уже тогда знал, что уклониться нельзя ни от чего и пытался перевить на такое же отношение к жизни, но на это способен не каждый. И не каждый может жить текущей минутой, как Мандельштам. Я не могла. Не, я одна тосковала по устойчивости. В нашей жизни все полвека устойчивость была иллюзорной. Устойчивые дома рушились один за другим. Через 2-3 недели мы вместе с Мандельштамом выехали на север. Через 2-3 недели мы вместе с Мандельштамом выехали на север. С тех пор мы больше не расставались. Пока в ночь с 1 на 2 мая 38-го года его не увели конвойные. Мне кажется, он так не любил расставаться, потому что чувствовал, какой короткий нам отпущен срок. Он пролетел как миг. и так не любил. Игорь, Пора бы подумать, кому все это достанется Шурику Люди сохранят Кто сохранит Тому и достанется А если не сохранят? А если не сохранят? Значит это никому не нужно И ничего не стоит Много лет спустя Надежда Мандельштам напишет Если не сохранят, значит это никому не нужно и ничего не стоит Для него стихи и архив не были ценностью, которую нужно завещать, а скорее весточкой, брошенной в бутылки в океан Кто поднимет ее на берегу, тому она и принадлежит Этому отношение к своему архиву способствовала наша эпоха, когда легче было погибнуть за стихи, чем получить за них гонорар О.М. обрекал свои стихи и прозу на дикое хранение Но если бы полагаться только на этот способ, стихи дошли бы в невероятно искаженном виде Но я ведь только случайно спаслась Спаслась и сохранила Надя Хазина Еще до того, как стать единственной надеждой Мандельштама Она была просто Надя Хазина Девочка, художница, кевлинг Осипа и Милевича арестовали в ночь 1 мая 1938 года Ровно через 19 лет после их первой встречи С тех пор они общались только через посылки 5 февраля 1939 года Надежда впервые получила посылку назад Это был отправленный в лагерь денежный перевод Причина возврата За смертью адресата Надежда Мандельштам стала старше своего мужа на 42 года Всю жизнь работала переводчиком и писателем К живописи никогда больше не возвращалась К Надежде Яковлевне часто приходили студенты Просили почитать стихи И она всегда читала Многие произведения Мандельштама сохранились на нашей земле Только благодаря ей Стихотворение она хранила в памяти Другие же способы считала ненадежными Стихотворение Стихотворение И я могла жить эту жизнь Это было очень тяжело Мандельштам Что вы? Как вы встретили Мандельштам? От кафе От к ночной клуб И на первый день мы были вместе к себе В первый день Стихотворение Стихотворение Мы делали Мы на начале Стихотворение Мы не могли спасаться Я не хотела уничтожить кого-то. Я не хотела уничтожить Мандельштам. Я пыталась быть индивидуально. Я не могу видеть. Нights были хорошие. Деньги были тяжелые. Он не позволил меня идти к нему. Он хотел меня всегда быть присутствием и с ним. Он не хотела меня сделать любви. Мы очень смеялись вместе. Это никогда не было с ним. И мы были очень счастливы, даже в самых ужасных временах. Это было не из-за меня, но из-за него. В дни мы часто боролся. Двоехали неизвестные персонажи. Но в ночи мы сделали любовь. Это был огромный успех. Это комикально говорить о сексуальном успехе в 1973 году. Но это было. Но это был причем, почему мы живем вместе. Мы не могли жить без другого. Он был другого честа. Из 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 другого честа. Он хотел жить, но он не хотел.